Здравствуйте любители Mortal Kombat Mobile, вы на канале Apple Let's Play, с вами его ведущий Абдурахман. 2022 год. Самый актуальный вопрос. Какие же персонажи из золотых самые лучшие и самые активные? Сегодня я попытаюсь ответить на этот вопрос. И по личному опыту я вам покажу персонажев, топ-10 золотых персонажей. И попытаюсь объяснить, почему же они топ-10 самые лучшие в наши дни. Чтобы собрать материалы и сделать этот ролик, мне понадобилось очень много времени, друзья, поэтому прямо сейчас поддержите ролик лайком и подпиской на канал. Если вы готовы, мы начинаем сразу после рекламы магазина TheOpOmpShop. Всем приятного просмотра. Если ты устал от мошенников, то я тебе советую магазин игровой валюты TheOpOmpShop. Именно здесь ты найдешь всю услугу MK Mobile не только для Android и на iOS. Прямо сейчас у них идут скидки на весь их товар 50%. А если к ним будешь обратиться по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ бесплатно 500 душ. Терзай, ссылка будет в описании. Я должен сказать, что данный топ золотых персонажей в десятку я сделал по своему личному опыту, друзья. У меня опыт стаж 7 лет, то есть с момента релиза игры я уже играю. И сменил очень много аккаунтов, потерял, украли, продал и, короче, забыл данные и так далее. Если вы будете со мной с чем-то хоть как-то не согласны, то можете об этом написать в комментариях в любое время. Так, у нас 10 место открывает Джонни Кейдж Комбат Кап, ударник. Его пассивное умение. Плюс 15% к атаке здоровья, стойкости и лечению для всех персонажей из Комбат Кап в отряде. При попытке смены бойцов соперника имеется вероятность 50%, что они будут оглушены футбольным мечом. И можно считать, что Джонни Кейдж Комбат Кап один из самых лучших, можно сказать, из многих золотых персонажей, по моему личному мнению. Так как он даже полезный для против боссов, не дает смениться в нужное время, можно сказать. У нас 9 место открывает Скорпион Инферно. Пассивное умение месть. Бонус к атаке. Когда Инферно Скорпион вступает в бой, он получает плюс 200% к урону от основных атак на 6 секунд. Заметьте то, что этот эффект работает только тогда, когда вы поставите Скорпиона Инферно на второй слот, а потом уже в начале боя, после того, как начнется бой, смените на первый. Тогда у него срабатывает офигенная способность, друзья. Плюс 200% к урону от основных атак на 6 секунд. Можно сказать, что этот персонаж был моим мейн персонажем, то есть основным персонажем, когда я еще только-только начал играть. Из-за него я проходил башни, получается, боссов. Очень офигенный персонаж для новичков. Восьмое место у нас открывает Скорпион классический. До обновления 3.6 он был из самых сильных персонажей среди золотых. Но после обновления 3.6 его завершающий комбо удар был заменен на другой. Теперь на нем невозможно поиграть нормально. Пассивное умение, получив 80% спецприема к копье, спецприем 1, становится не блоком и вытягивает в бой самого раненого противника. И с вражеского отряда, вызывая кровотечение. И еще одна причина, почему я его добавил на восьмое место, потому что, как видите, спецприем 1, конечно, это круто, что не блок, а если получить 80%. А вот насчет кровотечения не могу сказать то же самое. Если вам напротив попадутся такие персонажи, как Темный Рейден или же Джейд МК-11, то кровотечение им будет только на пользу хилиться. Седьмое место у нас в списке лидеров, это Noob Saibot Классические. Кассивное умение, благословенная тень. Спецприем классического Noob Saibot, призрачный шар. Спецприем 1 не дает противнику проводить блок, что делает все входящие атаки вне блок на 10 секунд. Получив 80% спецприема 2, активирует непрерывную связку спецприемов. Можно связать не больше 6 раз. То есть, Noob Saibot классический, его второй спецприем, это просто бомба, друзья. Можно юзать и спамить бесконечно. Но тут, конечно, написано 6 раз. Но, поверьте, этого вам будет достаточно, если Noob Saibot у вас в качанном слиянии. Шестое место у нас открывает RM Black Стрелок. Пассивное умение Стрелок. 30% к атакам в бою со спецназовцами. При получении 80% в противостоянии. Спецприем 2 атаки становится вне блок. И наносит критические удары. Насчет RM Black Стрелка, по своему опыту, могу сказать, что слишком имбовый персонаж. Если у вас в начале боя уже имеется его второй спецприем, то считайте, что победа за вами 100%. Даже может смело дать отпор любому боссу из любой башни. Персонаж очень-очень-очень годный. И его с легкостью можно получить из набора испытаний, друзья. Пятое место у нас в списке лидеров открывает Тёмный Рейден. Пассивное умение Демонический Старший Бог. Если вы думаете, что его можно с легкостью победить, то вы ошибаетесь. Поджог, кровотечение и отравление исцеляют, а не ранят Тёмного Рейдена. Эффекты истощения силы наоборот дают ему силу. То есть с легкостью можно сказать, что все негативные эффекты наоборот ему дают хил и дополнительные силы. Персонаж очень годный для прохождения башен и для прохождения войну фракции. Его тоже, к счастью, можно достать с легкостью. Четвертое место у нас в списке лидеров открывает Гун Лао Мастер Шао Линия. Пассивное умение Ученики Шао Линия. Этот персонаж является отцом бронзовых персонажей. Почему? Послушайте внимательно. Все бронзовые союзники получают плюс 300% к атаке здоровью, стойкости и восстановлению. То есть если вы новичок и на вашем аккаунте нету много золотых и алмазных персонажей, но все же вам хочется поиграть в Война Фракции или же проходить испытания на персонажа, то срочно копите души достать Мастера Шао Линия Кун Лао. И в одном отряде с ним бронзовые персонажи себя будут чувствовать как алмазные друзья. Кройку лидеров у нас открывает Таня Предательница. Пассивные умения Оперативник. Все опытные игроки знают и все еще пользуются Таней. Против разных башен и разных боссов. Когда Таня зашла в бой, всякие боссы шансоны курили нервно в сторонке. Потому что при любом успешном спецприеме Таня отключает карту снарожения соперника. Истощение силы меньше сказывается на союзниках Таней. Надеюсь вы поняли, что против Таней Предательницы всякие боссы просто казались новичками. Второе место у нас в списке лидеров открывает Треймор Афтершок. Пассивные умения самое слабое звено. Каждый раз, когда Треймор Афтершок вступает в бой, против него выходит слабейший из противников и оглушается. Мастера из Диноборс в отряде имеют шанс на невлокируемые атаки в бою с противниками из преисподней. Почему именно Треймор Афтершок на втором месте? Потому что его пассивные умения вытягивать самого слабого персонажа из отряда противника. Именно это пассивное умение для вас будет полезно не раз, друзья. Встречайте короля золотых персонажей Смоука классического. Пассивнее умение подлагающий дым. Любой противник, который сражается против классического Смоука более 10 секунд, получает эффект ослепления каждый раз. Каждый раз, когда классический Смоук или его классический союзник уходит от негативного эффекта. Этот эффект накладывается на противника. Классические союзники получают 20% сопротивления всем отрицательным эффектам. Пассивное умение говорит сам за Смоука. Смоуку нельзя накладывать всякие негативные эффекты. И плюс к этому он накладывает эти эффекты против врага. То есть полная имба, друзья. Против любого босса, против воинов фракции, любого режима. Он просто имбовый персонаж. И мой любимчик среди золотых персонажей. Пишите в комментариях вашего любимого персонажа из золотых. И на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Apple Let's Play. С вами был его ведущий Абдурахман. Не забудьте ролик поддерживать лайком и подпиской на канал. Жду комментариев. Будет интересно прочитать. Всем мира и добра. Субтитры сделал DimaTorzok